Всем привет, зрители, подписчики моего канала! Я всех поздравляю с наступившим 2022 годом, годом Тигра! Хочется пожелать всем счастья, здоровья и всего-всего-всего самого хорошего! Сейчас я дома, а на втором этаже мы сегодня поедем к маме и мужу. Тоже не виделись еще в этом году. Так что поездка будет, но она будет в следующем видео. А в этом видео я расскажу и покажу вам, в общем, как, где отмечали мы праздник, Новый год, как у нас все это сложилось, потому что кто смотрит меня, знает, что мы болели коронавирусом перед Новым годом как раз. И, в общем, как эта вся катавасия закончилась или продолжается, конечно же, я вам все расскажу в этом видео. Так что оставайтесь с нами, приятного просмотра! Всем привет, мои хорошие! В общем, у нас праздник, можно так сказать, еще 30-е число. И сегодня, в общем, пришли результаты у нас на всех. И на мужа, и на деток. У всех отрицательный тест, поэтому уже, наверное, мы все-таки поедем в Калугу к моему папе отмечать Новый год, как хотели. Потому что там детки, и тоже, в общем, нашим деткам было бы, конечно, там веселее, чем сидеть просто одним дома. Вот. У нас закончилась страховка на машину, пока мы болели. И, в общем, я поехала за страховкой. Застраховали машину, взяла полис уже. Короче, самые важные дела сделаны. Поэтому, не знаю, правда, сегодня мы поедем или завтра уже, 31-го числа, потому что сегодня как-то вот еще надо собраться, вещи собрать или что-то посмотреть. В общем, подумаем с мужем. Сейчас еду домой. Забежала в магазин, так по мелочи взяла продукты. Ну, и, в общем, не стала бы намного набирать, потому что, возможно, мы уедем. Лучше потом заедем тогда в магазин. Вот. Ну, короче говоря, праздник состоится. И я, конечно, желаю всем здоровья огромного. И чтобы Новый год вам принес как можно больше позитива, хороших эмоций. Чтобы все ваши планы свершались, чтобы реализовывалось, чтобы у вас все задуманное. И, в общем, конечно же, хочется, чтобы все невзгоды и несчастья и все плохое осталось. В этом году уходящем. В 22-м году, в общем, уже было все-все-все хорошо. Новый год такое время, когда даже мы, взрослые, верим в чудеса. Хочется верить в начало чего-то нового. Хочется верить в то, что этот будущий год будет намного лучше, чем предыдущий. И, конечно же, действительно, когда веришь в чудо, чудеса сбываются. Я вам всем желаю чудес. Ну, и оставайтесь с нами. В этом видео. Ну что, собираемся мы в поездку. Сегодня решили все-таки ехать вечером. А, в общем, еще то занятие собираться с детками. Ну и плюс не знали, мы поедем или нет. Поэтому дел много. Надо выкинуть весь мусор, помыть там всю посуду. Потому что от детей обычно остается, что то, что-то не доели, то еще что-то, чтобы ничего у нас в холодильнике не тухло. Вот, потому что поедем мы дня на три. Вот так вот. Ну и, в общем, в путь. Если будет что-то интересное, обязательно буду снимать и делиться с вами. Погода, к слову, была такси. Вот, посмотрите, какая видимость. Просто ужас какой-то. Застывало все на окошке. Ну, а мы потихонечку доехали. Заехали на заправку заправиться. И, конечно же, подъезжая к Калуге, детки любовались праздничными огнями. Но, к сожалению, всю красоту передать видео не может. Когда мы приехали, здесь такая прекрасная белая елочка нас встречала. Конечно, вся родня. В общем, обрадовались, что мы приехать смогли. У нас тут была большая-большая компания. Даже у Милаши нашлась подружка. Деток было много. И, конечно же, это намного веселее, чем дома встречать Новый год, встречать праздники. Сам день приезда, он всегда очень веселый. Потому что обсуждаем, что у кого нового. Давно не виделись. Делимся какими-то своими впечатлениями. Милашка здесь показывает, играет очками. Отдали ей сломанные очки. В общем, она такая довольная, без одной линзы. Как терминатора была. Мы все над ней смеялись. Она с ними почти не расставалась целый день. Конечно же, самая маленькая умиляла всех своим присутствием. Постоянно у нас то рисовалки, то какие-то игрушки. Ну, а старшие детки, конечно, в основном сами по себе уже бегали, играли в какие-то игры, в приставку. А здесь у нас девочка решила померить большие-большие тапки. И, в общем, не представляете, она у нас ходила всю обувь, поперетаскала с прихожей. И уличные, и большие такие зимние кроссовки. И мужские, и женские. В общем, вот такие вот у нас развлекаловки. Она как гнолик в этих ботиночках. Вообще прикольно. Ну, а Коля когда можно было играть со старшими детками, но иногда его в компанию не брали, потому что там какие-то более взрослые игры, с которыми он не справится. И он, конечно же, играл машинками. У него тут свои дела, своя развлекаловка. В общем, что-то вот на тракторе возит. И тоже со всеми поболтать любит. Очень всех тоже веселил своим присутствием. Ну, конечно, классно, когда дети маленькие. Это столько радости, столько эмоций детских. И Новый год без этого, наверное, не Новый год. Ну, и я тоже немножко готовлюсь. Бегутюшечки себе сделаю. Бегутюшечки красивенько. И девочки мои уже тоже приготовились. Красавицами решили встречать праздник. Это, конечно, сама новогодняя ночь. Детки у нас, к слову, не спали. На столе у нас была тоже маленькая елочка нарядная. В общем, создавала нам атмосферу. И, конечно же, сам Новый год прошел. Ну, ура! Встретили вы моего с семьей, с родными. Послушали речь президента, как это и полагается. Разлили шампанское. Зажигали бенгальские огни. Это было, в общем, так весело. Детки тоже рады. Мы тоже поджигали бенгальские огни. В общем, было весело. Ура, ура, с Новым годом! Пить будем? Ура! Да, сейчас бом-бом начнется. Успели загадать желание? Все загадываем желание, пока часы бьют 12 часов. Что, все? 12? Ну да. Пить будем? Ура! Да, сейчас бом-бом начнется. Успели загадать желание? Загадывайте желание. Часы бьют 12 часов. Что, все? 12 раз, да. Самая маленькая с нами 12 часов. Светочки! Кто-то похвал. Новый год. Простите. Милаш, с Новым годом! Дай-ка, с Новым годом! Ух, какой красивый, большой, вообще супер! Ну и пока детки смотрели салюты, Дед Мороз им уже принес подарки. Ух ты! Милашечка! Милашечка! Сережа, Сережа, Милашечка. А? А почему я тут рисую? А ты просто надпись не видишь. Ширюкок. А там кто? Милашечка! 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 Милашечка, иди, смотри, открывай. Вон, посмотри, перед платьем твоей. Перед тобой. Перед тобой. Милашечка не знает, как распаковывать подарок. Я сейчас тебе помогу. В нем подарки. Ура! Ты рада, милашечка? Сейчас помогу. Доставай, милашечка. Доставай, зайка. Мама, там я не делаю. Да, то, что ты хотел, зайчик мой. А еще раз покажешь? И на утро детки тоже получили маленькие подарочки под елочкой. В общем, мне кажется, новогодние вот эти рождественские праздники, они, наверное, и прекрасны тем, когда есть дети, когда они испытывают такие радостные эмоции, просто неподдельный интерес, вера в сказку, в чудо. Это так здорово, так весело. И, конечно, дети, мне кажется, очень украшают наш праздник, делают его более атмосферным, наверное, я бы так сказала. Вот, и вообще очень классно провели время. Детки все в эмоциях, со сладкими подарками, с игрушками, все очень довольные. У милашки свои сладости пастила. Собирай, собирай, собирай. Милашу тут мультики смотрит, шляпки. В общем, хорошо мы отметили Новый год, хорошей компанией. Теперь будем домой собираться, да, Милашу? Ха-ха-ха, шляпки. Я скажу, уже начала одеваться, да? Выехали мы тоже вечером, уже поздно. Еще раз детки посмотрели огни, елки, в общем, красоту ночного города. В общем, прекрасно мы пообщались. Снимать, конечно, не очень мне удавалось что-то, потому что в основном, когда мы едем куда-то в гости, я занимаюсь тем, что я общаюсь с родственниками, наслаждаюсь моментом. Вот, не знаю, поэтому как-то не до камеры, наверное, я не очень профессиональный в блоге. Но, в общем, нам, конечно, очень понравилось. Напишите в комментариях, как прошли ваши праздники, Новый год, Рождество. В общем, мне будет очень интересно почитать. У нас так удачно сложилось, то, что как раз все выздоровели, могли, в общем, совершить эту поездку. Кстати, у нас машина вообще вся в альду была, потому что в Калуге шел ледяной дождь после Нового года, 1-го числа получается. Вот, мы погостили и уехали, конечно же, домой. Остались прекрасные впечатления, замечательные воспоминания о встрече 2022 года. У меня были маленькие тигрятки, кот-тигры же. Детки наряжались, в общем, с удовольствием пофотографировались. Такие милые, прекрасные. Сейчас они такие маленькие, но скоро вырастут совсем большими. И на этом, друзья, я с вами буду прощаться. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Обязательно поставьте пальчик вверх, вам не сложно, а мне очень приятно. И до новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok